и со временем начинает отходить мы с вами друзья на кровле это просто приставили ограждающая конструкция дырка по-другому это не назвать и вот здесь такая красивая труба вот только заходим сразу 11 этаж но как назвать это убогенько да наверно помните как в советской сми были на магнитиках и обратите внимание да на фаберке у нас есть тамбур тут нету есть шаверму пиво детский клуб подмели бы тут что порядочек навели это наличие воды но конечно же из плюсов это нужно было это все по мне сделать намного тут закрыта была квартира за 6 половиной миллионов рублей осталось это технологический шов принимать и заезжать друзья добрый день я андрей артемов мы с вами в жилом комплексе живи в рыбацком данный дом по гудиловской улице застройщик сдал еще 20 ноября 2023 года и уже выдает ключи застройщиком комплекса выступает группа компаний самолет юридическое лицо которое возвела этот дом это специализированный застройщик спб реновация славянка с условным капиталом в 10 тысяч рублей из 157 работающими сотрудниками на конец 2022 года согласно данных от налоговой инспекции открываем экспертизу на этот дом и внимательно смотрим к опасным геологическим процессом на территории проектируемого строительства можно отнести процессы морозного пучения грунтов и подтопления потенциально опасным процессы суфозии суфозия это механический вынос пород подземными водами но если простыми словами то со временем может провалиться грунт есть в экспертизе и бензопирен содержание бензопирена в пробе номер один превышает предельно допустимую концентрацию в 1,75 раза в пробе номер два в 1,4 раза стандартное межэтажное перекрытие в 160 миллиметров толщиной и 44 миллиметров толщину стяжка пола но самое интересное для меня это шумоизоляция знаете как правило застройщики используют шумоизоляцию типа стенофон стенофон производят из полиэтилена его вспенивают обеспечивая проектную плотность и толщину материала это один из интересных для застройщиков по цене материал и такую шумоизоляцию используют как от здания эконом класса до премиум сегмента вот так выглядит стенофон в 5 миллиметров на котором сверху соответственно лежит подложка и вот это застройщик считает шумоизоляции а тут согласно экспертизе проектной документации используют техно эласт акустик звукоизоляция пола техно николь это современный рулонный материал предотвращающие распространение ударных шумов передающихся по несущим конструкциям здания вы можете самостоятельно уложить материал так как это не требует ни сложного технического оборудования ни наличия специальных профессиональных навыков небольшая толщина материала позволяет сохранить высоту помещения звукоизоляционное полотно обладает высоким уровнем шумопоглощения его кстати производит наша российская компания техно николь и это друзья специализированная шумоизоляция для шумоизоляции межэтажных перекрытий самое главное чтобы звукоизоляцию смонтировали по инструкции до станции метро рыбацкая от этого дома 2 километра можно идти через дворы либо доехать на общественном транспорте благо до остановки можно дойти пешком в доме 366 квартир и 14 машин и мест на дворовой территории высота потолков на первом этаже в 2 метра 88 сантиметров а со второго этажа и выше 2 метра 58 сантиметров квартиры застройщик передает с чистовой отделкой класс энергоэффективности здания б высокий квартиры в доме представлены от студии до трехкомнатных квартир давайте вместе посмотрим на квартирографию этого дома чтобы понять для кого же его построили студии и однокомнатные квартиры занимают 79 процентов от общего числа квартир двухкомнатные квартиры 15 процентов и трехкомнатные квартиры 6 процентов на момент съемки этого видео 1 комнатную квартиру от застройщика можно приобрести от 6 с половиной миллионов рублей есть разные ипотечные программы для покупки недвижимости в этом объекте к примеру ставка в 3 99 процента на весь срок кредитования или 0 1 процента на первый год а со второго года и далее 8 процентов годовых но есть нюансы на вторичном рынке достаточное количество квартир в продаже к примеру за однокомнатную квартиру в стандартной отделке от застройщика просят от 5 миллионов 800 тысяч рублей а если уже хорошая отделка есть мебель и техника в достаточно в нормальном качестве тот ценник уже за 7 миллионов рублей если обратить внимание на арендный бизнес то однокомнатную квартиру можно арендовать от двух тысяч рублей за сутки а долгосрочная аренда составит от 20 тысяч рублей в месяц за пустую квартиру без мебели и техники с мебелью и техникой квартиры в аренду будет стоить от 23 тысяч рублей в месяц и так давайте посчитаем возьмем за основу нашу однокомнатную квартиру по самой низкой цене посчитаем поставки в 3 99 сотых годовых на весь срок кредита с этими условиями удорожание квартиры составит на 19 процентов была квартира за шесть половины миллионов рублей осталось за 7 миллионов 700 тысяч рублей первоначальный взнос составит 2 миллиона 300 тысяч рублей а ежемесячный платеж на весь срок кредита 25 тысяч шестьсот девяносто три рубля так что для покупки достаточно интересно учитывая стоимость жилья сдачу в аренду и наличие станции метро рыбацкая ну что так как объект сдан и идемте внимательно все смотреть а мы с вами находимся во дворе непонятно какой подъезд какая нумерация квартиру проезжают грузовые машины с доставкой и спрашивают какие какая здесь нумерация квартир какой-то подвес то есть непонятно надо выезжать и смотреть вот сами обратите внимание есть домофон только по нему можно понять что это входная группа при входе вот здесь мы видим такую красивую скамейку видим красивую урну видим здесь можно посидеть не знаю шахматы шашки поиграть и велопарковка высокие даже деревья тут какая-то небольшая лазалка ну в принципе вот весь двор и пока тут особо узнать и даже посмотреть особо ничего под снегу возможно какие-то из озеленения кроме высоких кустов может быть какие-то поменьше просто этого естественно не видно видно что здесь стоят распределители электричества хотя бы бутылку закрыли чтобы никого током не шибанула ну и первое что можно увидеть это спуск в приямок давайте посмотрим растут все открыто по самому проекту конечно понятно что это обычное стандартное жилье назовем это так первый этаж у нас весь в искусственном камне но чеканка сделано нормально здесь немножечко не аккуратно мы видим что здесь уплотнитель вот он видите показываю торчит его не промазали здесь уже трещины что не есть хорошо а это кстати у нас расходится две секции технологический шов но видим что не очень все аккуратно сделано то есть видите здесь щели тут щели при косом дожде туда может попадать влага отмазка изготовлена здесь из булыжника смотрится красиво хотя бы она здесь есть обратите внимание тут все открыто можно спуститься аккуратненько в приямок здесь какой-то мы видим кабель трехжильный я не знаю одно это не система грома отвода я не знаю для чего это но по мне в данном доме такого не должно быть здесь видны что была влага так как видите цвет стяжки он такой не светлосерый достаточно темно понятно что здесь есть влага ничего не подписано а вот сверху написано насосная станции тут закрыто тут закрыто но откуда здесь должна выходить вода я честно говоря не представляю потому что нигде нет того места куда должна затекать но при этом нормально будет бетон и если не обращать внимание на лестнице сномар что он такой кривоватый где-то местами подбитый то на первый взгляд достаточно все сделано неплохо если бы они еще это благородили примеру окрасили специальной краской знаете как в лентах в океях пол красит серой краской кстати вот такой же краской такое ощущение что вот и цоколи окрасили вот тут какие-то лепешки станучи все сделано конечно можно было это все по мне сделать намного аккуратней это у нас специально окно для летнего полива вот эти просто из подвала то такое ощущение что знаете они потом это все вырезали забыли про это а хотя нет здесь стоит пластина значит это так они красиво сделано почему-то не на себя ощущение что забыли поставить специально окно чтобы все закрывалось ну конечно странно мы конечно же из плюсов это мусоросборочная камера прямо внутри дома обратите внимание как это все выглядит дальнейшем дверь закроют вы будете проходить по магнитным ключам будет хлопать дверь это будет слышать жильцы первого этажа второго этажа здесь мы видим все в плитке большое количество мусорных баков есть например если нужно помыть то вода все будет уходить вот сюда это сделано здорово что-то тут обращая внимание тут провода оголенные тут коробка открыта и все а где вентиляции вот это так полагаю на случай пожара вентиляции а куда вы не то должны все выходить я вот честно ничего не вижу или это для того чтобы все уходил ну и как обычно защитные колпачки мало того что их не сняли так еще все закрутили малярным скотчем чтобы точно было их не снять молодцы проходя чуть дальше здесь уже видна детская площадка но здесь вообще что-то не особо то убирались кто-то видно сюда проезжал может на тракторе скамейки есть доска так понимаю мелом порисовать переговорное устройство какая-то горочка может быть по снегам где-то и песочница здесь мы видим что какой-то элемент просто лежит все в парковке все в машинах река вот она вот здесь проходит на раз верхних этажей будет мне кажется красивый вид на реку если впереди ничего конечно не застроит но и вот обращаю внимание все в принципе мы вышли здесь же у нас вот там установка через дорогу общественного транспорта река него и станция метро рыбацкая получается вот в ту сторону может через двор я помню ходил наверно минут 25 у меня это дело заняло еще один приямок в этом доме тут у нас друзья все открыто и можно естественно спуститься первое что бросается в глаза это наличие воды и обратите внимание сколько здесь ее много не зря рабочие положили вот такую досочку которую тонет так хочу здесь смотрите что у нас тут трындец тут склад материалов ну правильно где же это все хранить по нормам пожарной безопасности конечно складировать горючие материалы тем более в подвале в данном доме уж точно нельзя категорически вернее даже запрещено мы видим здесь большое количество пластика мы видим здесь картонные упаковки мы видим тут какие-то коробки остатки от плитки переходники от канализации здесь мы видим тепло шумо изоляцию трубы но при этом пока не видно что что то здесь было где-то затоплено все достаточно сухо и кстати высоко вот здесь видны следы влаги но это полагаю когда был пусконаладочный процесс поэтому и повытикало ну такой подвал тут соответственно просто ничего нет и такое знаете ощущение что не знаю хоть подмели бы тут что-ли порядочек навели то все такое какой-то разруха можно фильм ужаса в общем снимать ладно выходим тут особо получается смотреть то ничего или есть на самом деле по мне странно знаете что это все открыто что сюда может любой пройти ну зато можно хотя бы посмотреть что подвал ваш сухой друзья это конечно не может не радовать в соседнем доме мы уже с вами видим шаверму пиво пекарню детский клуб маникюр педикюр и все для дома вот эта фасадная часть тут скорее всего какая-то зеленая зона но под снегом естественно ничего не видно ограждающая конструкция чтобы дети не выбегали обращаю внимание на фасад есть обратите внимание вот на эти темные пятна то это как раз та влага которая проходит в этом пустотелом кирпиче и это конечно не есть хорошо у входных групп мы с вами видим вот тоже знаете странно вот здесь мы видим хранение велотранспорта стоянка мы видим урну а там есть камейка здесь почему-то и unit по мне непонятно как-то и странно тут нет тут есть видим окна стеклопакеты видно что меняют это основная проблема во всех новостройках так давайте что тут так на объекте то есть уже дом сдали начинает только передавать а уже есть чоп рейд за который естественно нужно платить где находятся неконтактные телефоны хорошо ничего себе суете еще не понимаю куда их захожу послушать его так смотришь и не пусть вроде входная группа но не систем допуска домофона нет причем здесь три подъезда тут какое-то количество мысль мусора то есть вообще непонятно где вход-то а это какая-то коммерция друзья вот на самом деле без указателя фиг это разберешься девочки вход нара пойдемте к скамеечкам да странно конечно все сделано похоже с этой стороны он единственный наверное а здесь мы уже с вами видим систему допуска вот она дверь открыта заходим у нас есть тамбур это здорово потому что он текает холодный водок воздух от горячего горячий от холодного можно вытереть но знаете здесь сделано криво она обычно всегда вот такая заподлицо то есть ровненько стоит четко вот это она здесь знаете какой-то волной но отделка такая обычная штукатурка по гипсокартона ничего такого плохого не сказать первое не нравится что почему например здесь нельзя было алюминиевую дверь оставить поставить здесь тоже алюминиевую если металлическую то нужно есть модели где есть остекление намного больше входная группа мы зашли в тамбур здесь уже друзья намного теплее обратите внимание на остекление много света все уровень землей соответственно больше будет света сразу видно потом впереди и когда заходишь кто здесь заходим по правой стороне мы видим обычные почтовые ящики почтовые ящики смотрится красиво нормальная надпись на них информация управляющая компания тут самолет все понятно но стан такой красивый то знаете вы еще даже не проголосовали а уже все понятно здесь будет здесь такая подсветочка и слушать это кстати отделка достаточно сделано аккуратно здесь крупноформатная плитка все везде зачеканина везде хватило затирки не как у некоторых застройщиков это бывает на полу такая же обратите что что на полу плитка что здесь на стенке такие декоративные элементы под ламылики здесь тоже почтовые ящики тут уже под дерево квартиры нормальная нумерация смотрите прямо на фонерки похоже да на фонерки красивенько смотрится недорогие звонки на низком уровне два замка глазок нормальные двери на первый взгляд ну тут видно уже по гарантии что-то делали не успели сдать передать ключи уже по гарантии делают тут аналогично интересно один из важных моментов друзья это пожарная безопасность если вдруг не дай бог какое-то будет чп приедет мчс и нужно куда-то подпитаться и вот здесь должны быть пожарные рукава то есть датчик обозначается вот таким знаками то есть он должен быть здесь да вот он друзья смотрим на зумер зумер мигает надеюсь все работает и обратите внимание а где пожарный рукав а где переходная муфта здесь нет может быть и здесь открываем а здесь ничего не и соответственно получается вы принимаете ключи и сразу же оставляете заявку по гарантии чтобы в этот шкаф установили пожарные рукава и муфты все закрепили в соответствии с пожарными требованиями пройдем дальше по коридору это у нас колясочная но почему-то странно что никаких обозначений что-то колясочные здесь нет зато здесь мы видим цифру 1 что это первый этаж почему это было не сделать где вход мне честно непонятно ну зато при этом и нумерации в какую-что сторону и соответственно такие планочки красиво надеюсь их не снесут слушайте но смотрится красиво тут у нас шкаф открыто давайте взглянем что у нас тут ключик а тут у нас оборудование слаботочки и вот такое ощущение что знаете монтажик еще делать много что там у нас внизу видно нет друзья напишите в комментарии потому что мне не видно высоко здесь тоже открыто здесь силовой кабель похоже идет ну так вроде ничего сделано видите подписано все помните как в советской с мебели на магнитиках то же самое отделка первого этажа хорошие знаете я бы не сказал что это стандартного класса эконом класса дома а такой знаете комфорт класс но это вот по крайней мере на первом но есть конечно вот такие места тут штукатурочки не хватило ведь там просто дырка по-другому это не назвать это не забрала а сетка сетка смонтирована ну как назвать это убогенько да наверно то есть можно здесь было постараться мы почему-то здесь никто не постарался лифтовой холл камера обратите внимание с потолка свисают какие-то оголенные провода но если бы если вот не обращать вот на это все такие недостатки то здесь в принципе достаточно неплохо убрать минус растеклопакеты смонтировать все согласно проекта а не делать это потом после сдачи мне нравится что вот здесь такая большая светодиода длинная такая подсветка идет то есть сразу ярко здесь по дереву это приятно на обравнение лифтов здесь красиво но помятая при монтаже нормальная нумерация квартир с 1 по 11 то есть понимаешь если нужна там 200 квартира то это будет у нас 7 этаж и так мы с вами вызываем алекс лифт груза пассажирский на десятом этаже вот есть указатель это соответственно понятно пассажирский не запускать все будут таскать чтобы не убили сразу все лифты если нужна помощь то можно соответственно нажать и вызвать сотрудник анарис управляющий компания слушаться как быстренько то лифта спускается уже третий этаж и так еще раз напомню алекс лифт груза пассажирский лифт к сожалению расположен вот так то есть длинномерные предметы сюда будет не очень комфортно затаскивать цвет группы компаний самолет зеркало зеркало серая такая обшивочка такая бело-серая ну такая знаете нужно было бы конечно сделать поинтереснее есть камера светильник вот там светильники что внутри то ли это пыль грязь что-то или что-то не кидали едет быстро тихо лифт не колбасит меня это уже радует выходим 11 этаж есть указатель есть нумерация квартиры и это друзья последний этаж соответственно лифты должны чем-то управляться и все вот оборудование спрятаны в этих шкафах и они вот так выступают но при этом здесь уже другая совсем отделка никакого тебе серебра все такое серенькое ну в принципе вроде так найти даже ничего потому что есть такой бежеватый цвет который на мой вкус вообще смотрится очень дешево здесь даже достаточно неплохо и обратите внимание здесь даже на каждом этаже есть указатель на каком этаже лифт это здорово то есть вы когда нажимаете кнопку чтобы вызвать лифт сразу видите что где какой лифт на каком этаже и соответственно понимаешь какой приедет здесь что-то взяли синеньким покрасили зелененьким не знаю для чего еще одна сетка монтаж чуть лучше чем увидели на первом этаже но недостаточно я бы сказал бы эстетически какой ты в принципе ожидаешь наверху у нас есть неокрашенный потолок стену третья не зашпукатурили частично частично оставили но я не знаю почему это было нельзя в черную окрасить видно какие-то сложности или краска мы видим с вами их кабель которого здесь заканчивается ведь его тоже на кабель подвязали элементы вентиляции так ну в принципе все выходим заходим вернее межквартирный коридор сразу из плюсов вот только заходим сразу 11 этаж нумерация какая квартира все здорово на потолке у нас короба короба по мне смотрится убога удешевляет просто сразу весь этот проект весь этот коридор еще они открыты здесь везде провода одних частям здесь валяются частей просто ну понятно вот один кусок больше ничего не видно где все остальное непонятно есть указатель что это выход лифтовым холом оповещатель при пожаре такая же сетка это торчащие провода вот видите перемотанными ох ты и здесь и здесь настоящий сюрприз друзья но где же сделать пожарное оборудование конечно все слабо . нужно пустить по потолку все вот эти датчики ходить и на ранее доставить здесь здесь датчик и вот здесь такая красивая труба господи блин ну как это брутально смотрится наверное это ливнёвочка или не ливнёвочка он даже не знает что это у нас такое полагаю ливнёвка здесь еще оборудование это ламинат который застройщик применяет в квартирах господи какой он тоненький кривой на дефект все понятно да вид конечно такой друзья как обратите внимание 1056 квартира и вот такая красивая труба полно здесь мы видим что штукатурочки то не хватило вот так подмазали понятно что же вот так не сделать но даже они принципе и не стараюсь ничем не закрашивали в ощущение что ну раз уже был здание то на вряд ли что-то будут переделывать давайте посмотрим возможно здесь есть пожарные рукава ах нет нет друзья тут аналогично как и на первом этаже лестничный марш 11 этаж да ничего себе все красиво ограждающая конструкция с приятным звуком здесь есть плитка здесь плитки нет пытались видно все отцарапать то что было потому что никогда не укрывали зато у нас здесь открывается окно как здорово действительно открываются можно посмотреть на реку да вид конечно прикольно фото можно делать красивое самолет ставится мать какая красота поднялся на 11 этаж первое удивляет такое решение чтобы карлсон отсюда не выбрался это прикольно сделали на черных саморезах ну тут немножечко грязи а так все неплохо это это такой смотрю думаю для чего здесь ограждение это просто приставили ну что открыто открыто выходим значит мы с вами друзья на кровле первое есть защитный колпачок если какой-то мусор камушки не будет попадать ливневку это похоже вентиляция канализация странно что тоже нет колпачка как лед хрустит отсюда соответственно выходит отработанный воздух а нет вру вру друзья вот отсюда обратите кстати внимание как дефлекторы раскручены лопасти раскручивает воздухом потоком и за счет вот этой тяги как раз происходит дополнительное вытягивание воздуха отработанного вентиляция подкровельного тут с высоты то общая красота как работает крутит то есть видно там поменьше ветер дует здесь посильнее все работает от ветра прям как лопасти у самолета подончик оставили блин какая красота друзья река него и что мы с вами видим впереди да друзья мы с вами видим жилой комплекс новосаратовка ох как снега тут много господи сейчас сделаем пару фото на кровле друзья не видно каких-то убогих труб еще чего-то то есть нормально натянута провода вот специально идет струна и к нему крепится провод большое количество стяжек это друзья кровля вот это ограждающие конструкции едра даже не красили она просто ржавая стоит и обратите внимание вот на эту красоту как вам но вы сами да понимаете о каком качестве может здесь идти речь это все по отваливается вот этот кусок трубы видите он куда-то должен был пойди идти мы его обломали вот это что такое смотрите он вот такое весь коревой косой ноту бога система для пожаротушения это еще просто жесть смотрится я считаю что нужно нормальной системы разрабатывать 15 не было вылепили 10 и так пойдет все снегу вот здесь видно что снег потаял потому что это канализация здесь соответственно там тепло из дома выходит и снег немножечко тает он тут тоже пар пошел снега достаточно много под сантиметров под нара 50 местами под снегом конечно когда сойдет хотя бы можно будет посмотреть на гидроизоляцию все остальное но вот например вот по этим местам где черная линия идет здесь нормально промазали герметиков вопросов пока не возникает это переход обратите внимание с одной секции дома на другой здесь три секции три подъезда в этом доме доводчик сняли даже сюда гидроизоляцию завели конечно уже было в чуть подальше по мне завести но и с пеной что-то сделать он ведь надо было зачекание тоже мастикой как я понимаю мы решили сэкономить но с вами спускаться ниже десятый этаж тут указатель и указатель и молодцы принципе если бы они вот такие разноцветные марши и такое большое количество грязи какие природности тут ощущение что то ли краску то ли зеленку вылили то было бы достаточно неплохо а вот так выглядит лисичный марш если чуть-чуть постараться сделать покрасивее тут могли бы отшлифовать везде и было бы красиво ну и конечно обратите внимание второй этаж вот здесь такой лисичный марш а тут к первому какой спуск то красивый и почему же вот такую красоту нельзя было сделать везде красиво посмотрите и сложно неплохо вверх первый этаж и выход в одну вверх но здесь можно не то что ноги человеку вытирать здесь можно ноги вытирать слону друзья мы в квартире Алексея это однокомнатная квартира он меня сюда пригласил на приемку чтобы посмотрели все вместе чтобы увидели вы ну что-то авангард запаздывает но пока запаздывает авангард какие-то ребята уже там что-то подмазывают подделами мы с вами в кухне гостиной в каком году приобрели квартиру если не ошибаюсь мы покупали в конце двадцать первого года в ноябре да здесь есть техника и мебель на кухне от застройщика холодильник хайер почему такой нормальный холодильник ну да ну фрос который надо размораживать вот как раньше помните с подончиками индукционная плита индукционная плита есть духовка инструкция внутри время двенадцать минут даже посудомойка есть четырнадцать сорок восемь слушайте меня работает-то хорошо подсветочка а это да ничего себе смотрите самолет номер заказа Марье делает а да даже так да вот тут есть ну просто не открывали един дома мастерская кухонной мебели интерес фасады нормальные фасады хорошие тем что пленка затянута вот этот уголок бывают самые дешевые стаи то есть пленка вот здесь и здесь и со временем начинает отходить в этой очереди у них другие типа были во-первых двери насколько я знаю то есть стройка которая сдалась раньше на полгода у них еще старая отделка была старые двери это уже да здесь уже немножко выбор был то есть но это соответственно все было на словах от застройщика то есть что будет по-другому поэтому мы в принципе как бы рассчитывали на то что не рассчитывали что-то будет да там как говорится там дальнейшая ситуация в стране все поменяло поэтому мы в принципе были готовы что может что-то и другое будет поэтому как бы на этом спасибо не ну мебель мебель хорошая хорошие фасады да здесь видно что фурнитура конечно это не блюм стоит но достаточно нормальная фурнитура и кухонная мебель это одно из самых дорогих такая наверное сегодня стоила бы под заказ там тысяч триста четыреста мне кажется по минимуму без техники здесь даже у вас посудомойка есть да я же говорю посудомойка слушайте вообще круто это тоже хайер я как понимаю не закупили все хайер наверное да почему нет паспорт на кухню это все документы они сказали на все на кухню и на технику ну да я так понимаю если вдруг что-то по гарантии можно сразу туда обращаться потому что я понимаю приемка мы же не принимаем кухню то есть они как ее сделали то все собрали криво ну ребят извините я не думаю что туда будет это переделывать скорее всего как собрали так собрали поэтому криво собрано нет я предположил я не знаю нужно заглядывать смотреть как там что там не мебельщик конечно но швы с одним размерчиком вот эти ровненькие что внизу что наверху и здесь аналогично ну вот можно придраться что вот здесь герметиком плохо прошлись вот тут ну это ну просто мелочи реально из нюансов лично для меня это всего лишь две розетки да для кухни я например люблю кофе не знаю какой то есть это кофеварка есть кофемашина кофемашина это к примеру чайник и мне кажется там минимум 6 надо наверное так а нигде в полках нет розеток дополнительных тут нет тут нет тут у нас антишка и тут нет сюда бы конечно не мешал знаете есть такие современные длинные такие светильники потому что вот там где кухонная зона вообще ничего не предусмотрено я думаю это скорее всего будет распределяться и на гостиную и на кухню скорее всего что-то будет уже думаться это уже в дальнейшем несколько будет вариантов ну просто чтобы потолок не штабить кухня гостиная ну да это да это уже вот эта вот история не очень мне нравится честно ну это киф это для вентиляции ну мне кажется как то это уже еще делают кто то это вообще для чего делают делают в общем самолет делает в самолете северная долина делает в общем можно либо замазать либо я подумал уже кондиционер если будет в принципе уже сверить ничего не нужно в принципе в теории а что делать в таких случаях есть какая-то инструкция пойду спрошу Юля а можно вопрос я понимаю у вас тоже свой регламент есть 20 минут на осмотр входные двери друзья вот снаружи вам показывал то есть они такие нормальные достаточно толстые есть уплотнитель ночная заглушка тут можно также закрыть классическая китайская фурнитура белое панно мне нравится и дверь достаточно широкая сушить а плитка то какая красивая как красиво смотрится вот этот серый цвет о господи как пахнет здесь невкусно а прошлись везде герметик есть такой специфический запах душевая лейка такое ощущение что не из самых дешевых потому что обычно они там выглядят немножко по-другому из нюансов так как вы обратили уже внимание ничего не закреплено и придется я так понимаю собственнику что то с этим делать куда то и подвигать и как то заделать плитка супер двери кстати тоже ничего такие полотенце сушитель электрический это плюс здесь все счетчики обратите внимание с возможностью передачи дистанционно и по мне плюс что они находятся знаете на нормальной высоте на комфортной на удобной тепло-шумоизоляция есть санузел раковина не знаю наверное так специально должна быть высоко ух ты здесь такая штучка первый раз такую вижу трубы естественно все открыто и кран такой конечно жиденький помыться хватит и вот только вопрос а вот у нас розетка для стиралки сюда она соответственно в эту нишу не влезет потому что здесь унитаз ее придется скорее всего вот сюда ставить это будет не очень комфортно при помощи моего друга проверим высоту потолка два метра пятьдесят семь сантиметров а друзья оказался нюанс вот так раковина высоко сделано для того чтобы вот сюда поставить стиральную машинку как раз вот для нее выводы заземление ну электрический кабель наверное вот так пойдет я полагаю как у вас впечатления Алексей в принципе на самом деле всем доволен есть какие-то мелкие недочеты я бы сказал бы совсем мелкие да по сравнению с тем что неоднократно видел на приемках бывает мне кажется это в принципе допустимо ну просто мелкие которые сразу кстати позвали строителей они сразу пришли все исправили сейчас мы ждем соответственно что там кран подкрутят и можно идти подписывать акт приемопередачи круто на самом деле да огромный плюс это кухня с техникой с мебелью вот это супер в наши дни да ну и самое интересное что все это стоило 25 тысяч рублей то есть о квартире впечатления положительные я правильно понял да о самом доме какие впечатления по дому честно я думаю немножко будет похуже потому что прежде чем покупать здесь квартиру выбирать я прогулялся в очереди в первый вот соседний там дом советский я бы не покупил там квартиру ну потому что там ну много нюансов вот здесь я когда зашел честно посмотрел неплохо сделано понятно что это не прям там какой-то комфорт нет каких-то прям там колясочных велосипедных я не увидел колясочные есть не увидел есть 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 да не увидел входные группы со стеклом как ну удобные вот эти ну да вот этого нет но кстати внутрь внутри кстати заходишь очень приятно нету как направленности куда идти вообще то есть такого нет маленькая дверь какая-то подъезды обычно мы считаем слева направо а здесь получается справа налево очень интересный тоже момент я до последнего думал что у нас первый ну как бы слева направо а потом открыв смотрю третий именно в нашем подъезде в первом по-моему и в третьем в первом и в третьем и есть а у вас входная группа нам ну чуть ли не в два раза больше шире коридоры и у вас здесь его нету да до метро кстати пешком ходили нет но знаю что 15-20 минут летом но неудобно есть очень интересный лайфхак я почему тоже когда выбирал квартиру именно этот район я как бы понимаю что здесь бутылка которая стоит довольно давно и вопрос не решается вторую полосу точнее две полосы еще не хотят они делать ну там какие-то свои рыбацкий проспект он никогда не загружен мы сегодня когда ехали нам показывала ехать еще досюда наверное минут 30 как с када съехали 30 минут в пробке рыбацкий проспект 9 минут мы за 9 минут проехали по рыбацкому прошли 5 минут мы здесь это самый крайний случай я считаю чтобы не ставить пробки ты просто приехал пошел домой да придется конечно потом идти за машиной туда но когда построят вот эти очереди как я понял можно будет проехать прям напротив дома то есть ты будешь парковаться в соседнем в соседней очереди будешь переходить по пешеходному и ты дома купили бы здесь еще раз квартиру честно да но с нынешними ценами наверное нет потому что когда мы покупали там цена была проценты на 40 дешевле будет даже не знаю ну сейчас сейчас однушка от шести с половиной это конец 24 года там квадратура по моему 30 квадратов 30 метров но здесь 40 поэтому просто можно прибавить и понять поэтому наверное бы да тогда да просто мы когда покупали вообще ну в общем если были бы цены как в конце 21 года то мы бы купили правильно мы уже задумывались на самом деле нам тогда предлагал менеджер двухкомнатную тогда она стоила восемь с половиной миллионов а сейчас она стоит одиннадцать ну да да все пойдемте благодарю спасибо большое помню когда обозревал от этого же застройщика жилой комплекс с колпина там было такие знаете очень много после сдачи различных таких дефектов блин ехал сюда думаю ну здесь надо все то же самое будет а здесь то намного лучше я вот честно говоря удивлен удивлен кстати входными группами потому что они реально такие прикольные красивые достойные их немножечко только отмыть и там все будет по красоте и мне кстати друзья очень понравилась квартира то есть знаете ну пришел реально посмотрел вангард принял там недостатки устранили прямо при нас все можно принимать и заезжать ну а естественно мебель и техника за 25 тысяч рублей в наши дни это из области фантастики обращайтесь помогу с выбором и продажей вашей квартиры оставьте заявку на andreaartemov.ru либо позвоните мне друзья рад был вас всех видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи и и Субтитры сделал DimaTorzok